Друзья, всем привет! Сегодня я поделюсь с вами рецептом пирога на сметане. В детстве мы с мамой часто его готовили. Сметанник делается из доступных продуктов, на его приготовление нужно немного времени и он всегда получается. Нежный, воздушный, бисквитный пирог с добавлением сезонной ягоды, с чашечкой ароматного кофе или чая соберет за столом всю семью. В чашу миксера или большую миску вбиваем 2 яйца, всыпаем 200 грамм сахара, добавляем щепотку соли и взбиваем все до пышной воздушной массы. Чем лучше взобьете яйца, тем пышнее и воздушнее будет сам пирог. Затем сюда отправляем сметану, у меня жирностью 20%, но можно взять и 15%. Хорошо перемешиваем ее с яичной массой на низких оборотах. И начинаем постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Скорость миксера не увеличиваем. Если вам нравятся легкие, простые в приготовлении пироги, заходите в плейлист выпечка. Там вы найдете очень много вкусных, интересных и разнообразных рецептов. Всыпаем последнюю часть муки и тесто готово. По консистенции тесто получается не густое. Сегодня сметанник будем печь со свежей малиной. Выпекать пирог можно в любой антипригарной форме. Круглой, квадратной, либо как у меня с отверстием в центре. Форму смазываем растительным маслом, выкладываем ягоду. Если хотите, чтобы ягодки были внутри бисквита, то в форму выливаем половину теста, выкладываем ягоду и затем заливаем второй частью теста. Ягоду можно брать любую по вашему вкусу. Также такие пироги можно делать и с замороженной ягодой. А еще такой бисквитный пирог подойдет идеально в качестве коржей для торта. Итак, все тесто выливаем на ягоды. Затем разравниваем поверхность теста силиконовой лопаткой или ложкой. Ставим выпекаться пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Пирог готов! Достаем его из духовки и 5 минут даем ему постоять в форме и немного остыть. Затем переворачиваем его на решетку и снимаем форму. Достается он из формы очень легко. Теперь уже сметаннику даем полностью остыть. Далее кладем на него блюдо подходящего размера и переворачиваем пирог. Присыпаем сахарной пудрой и украшаем свежей малиной и сахарным декором. Бисквитный пирог получается нежным, мягким, ароматным, вкусным, с приятной кислинкой, к тому же еще и красивым. Все, кто пробовал этот сметанник, очень довольны и просят рецепт. Пробуйте приготовить и вы! В комментариях поделитесь своим мнением о данном рецепте. И если он вам понравился, поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно! Также, если вы еще не подписаны на мой канал, нажмите на кнопку подписаться, а рядом с ней на колокольчик. Так вы не пропустите ни одно новое видео и сможете первыми смотреть вкусные и интересные рецепты. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok